МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значит эти события для нас и к чему они приведут, мы расскажем открытым текстом. Главное для всего мира событие произошло в Швейцарии. И не потому, главное, что ударило по любимой игре всего мира. И даже не потому, что Соединенные государства Америки уже не первый год пытаются блокировать любые международные события на территории Российской Федерации. А сейчас открытым текстом требуют отменить проведение у нас чемпионата мира по футболу. А потому, что американцы вновь показывают миру, кто его хозяин. В ночь на 27 мая в Тюрихе по американскому запросу арестованы 9 участников Конгресса Международной Федерации футбольных ассоциаций. Их подозревают во взятках и откатах при распределении прав на телевизионную трансляцию и выборе мест проведения турниров. Казалось бы, чем плохо задержание высокопоставленных коррупционеров? А вот российские дипломаты сразу заметили, в чем ловушка. Вновь настоятельно призываем Вашингтон прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам. Александр Лукашевич, представитель МИД Российской Федерации. Открытым текстом объясняю. Футбол никаким боком не касается всей Северной Америки. Там его вообще другим словом называют «сокер». Штаб-квартира FIFA в Швейцарии. Никто из задержанных не гражданин Соединенных Государств. Ни одна подозрительная сделка с ними не связана. А люди задержаны для выдачи в СГА. Когда американцы без суда и следствия хватали людей по всему миру и везли на свои секретные тюрьмы, мир терпел. Война с террором требует жесткости. Дотерпелись. Теперь арестовывают высокопоставленных чиновников прямо на европейских улицах. Уже через несколько часов после ареста четверо функционеров FIFA признались, что участвовали в теневых схемах и согласились возместить в общей сложности 150 миллионов долларов. Понятно. Чтобы не угодить на пожизненное, на все согласишься. А американцы заявили, что расчеты проходили через их бабки, значит, они вправе разбираться в этих делах по своему вкусу и усмотрению. При нынешнем запутанном законодательстве можно объявить подозрительным любое движение денег. Значит, и арестовать любого, у кого есть долларовый счет. Все мы теперь в группе риска. А американцы таким образом объявляют подконтрольным себе весь мир. Украина – ярчайший пример такого контроля. Все американские мантры для объяснения бомбежек Сербии, Ирака, Ливии про право самоопределения, свободу слова, демократию для Крыма и Донбасса – забытые. У живущих там людей таких прав нет, как и нет простого права жить. Потому что правовые игрушки достают из вашингтонского чемодана по особым случаям. Например, когда надо взять под свой контроль Европу. В Киев на этой неделе прилетел министр иностранных дел Германии Франк Вальтерович Штайнмайер полюбоваться напоследствия дела рук своих. Штайнмайер – один из тех, кто 20 февраля 2014 года своими подписями гарантировал безопасность президенту Януковичу, проведение демократических выборов на Украине и мирный переход власти. Напомню открытым текстом. Уже через два дня после соглашения со Штайнмайером в Киеве совершили государственный переворот. А Штайнмайер сделал вид, что ничего не гарантировал. С тех самых пор Украина погружена в Средневековье. Как ей вернуться обратно? Непонятно. Может, Штайнмайер что-нибудь предложит и лично выступит гарантом. Глава германского МИДа в ходе визита посетил с украинской стороны так называемую зону антитеррористической операции. В то же время в течение всей недели продолжаются обстрелы жилых районов городов Донбасса. Ежесуточно получают ранения и погибают десятки мирных жителей. Прицельно разрушается инфраструктура жизнеобеспечения. Вот легкая рука у нынешних немецких политиков. Что не подпишут, ничего не соблюдается. Минские соглашения, например, предусматривали отвод артиллерии и танков от городов на 100 километров. Но даже наблюдатели ОБСЕ фиксируют, украинская армия никуда, ничего отводить не собирается. Выходит, опять Штайнмайеру придется делать вид, что никто ничего не гарантировал. В России же главной для меня новостью недели стало известие об освобождении от наказания. Казалось бы, новость хорошая, но некогда явно виновные уходят от кары только потому, что за них есть кому вступиться. Под амнистию к 70-летию победы попала дочь высокопоставленной чиновницы Анна Шевенкова. 2 декабря 2009 года на своей машине она сбила сестер Питковых. Видеозапись аварии тогда облетела интернет. На ней хорошо видно, что убив одну женщину и тяжело ранив другую, владелица интересуется состоянием своего автомобиля, а к пострадавшим даже не подходит. Тогда дочь бывшей председательницы Иркутской областной избирательной комиссии не проявила ни малейших признаков угрызения того, что считает совестью. Перед жертвами извинилась только в суде. Компенсацию последствий не выплатила по сей день, потому что знала, за ней армия чиновников, готовая вступиться за своих отпрысков, наплевав и на закон, и на мораль. Сами себе они выдали лицензию на убийство и об этом знают. А закон для них что дышло. В 2009 году суд признал Шевенкову виновной в убийстве и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но с беспрецедентной отсрочкой исполнения наказания на 14 лет до получения паспорта ребенком, которым она тогда была беременна. Эта избирательность наказания, когда уголовный кодекс существует, будто отдельный для чиновников с их детьми и для всех остальных, ни к чему хорошему не приведет. Все будто забыли, что русский человек острее всего переживает несправедливость. Но прокурорам и судьям, что закрыли глаза на убийство, на это наплевать. Представители прокуратуры и председатель комитета по правам человека сообщили, что правовых оснований оспорить амнистию Шевенковой нет. Ее деяние попадает под признаки, предусмотренные законодателями. Формально суд действовал в рамках закона, но открытым текстом признаюсь, мне эта история противна. Хорошо бы подобные чувства испытали в Москве и наказали убийцу по заслугам. Что ж, на этом все. Будет следующая неделя, будут следующие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...